Уважаемые коллеги, добрый день! Рада вас приветствовать на нашем Тревел-рандеву и тема сегодняшнего выпуска Франчайзинг Фанэнсан. Сегодня у нас в гостях сотрудник отдела франчайзинга Кира Стихина. Кира, привет! Коллеги, добрый день! Рада вас приветствовать! Камила, привет! Кира, расскажи, почему Франчайзинг Фанэнсан? Камила, ну начать стоит с того, что мы входим в топ ведущих туроператоров России. Мы имеем классный разнообразный продукт, который мы предоставляем нашим агентствам на рынке. И благодаря тем фишкам, которые мы даем нашим брендированным агентствам, нашим франчайзинговым офисам, мы даем им также возможность дополнительного заработка, повышения уровня своего дохода. Так как базовая комиссия для наших франчайзинговых офисов является одной из самых высоких на рынке среди наших конкурентов. Помимо всего прочего, у нас серьезный подход и индивидуальный подход на всех этапах ведения бизнеса от запроса на открытие франчайзингового офиса до его, собственно, открытия, брендирования и дальше поддержки жизни офиса в нашей сети. Общепризнанно у нас один из сильнейших саппортов. Не зря нас называют туроператором с человеческим лицом. У нас сильная, креативная, молодая команда со свежим взглядом на все. Мы всегда стараемся генерить какие-то идеи, придумывать новые фишки наполнения нашего франчайзингового пакета. Что мне еще нравится у нас Smart Brand Book. То есть открываешь ли ты офис с нуля, либо ты перебрендируешь собственный офис, либо ты перебрендируешь офис другого франчайзинга. Это сделать очень легко, без особых материальных затрат, и при этом брендбук у нас очень стильный. Для брендирования офиса при подписании договора мы даем полностью стартовый набор. Туда входит и сувенирная продукция, и элементы брендинга офиса. Что немаловажно, туда входит лого-панно, которое монтируется у нас на стену, и мы предоставляем его именно в стартовом наборе. Дополнительно голова у наших агентств не болит за то, чтобы заказать мастер-стену или лого-панно, найти подрядчика. Мы это все предоставляем, что я считаю очень удобным. У нас большое количество закрытых акций для франчайзинговых агентств. Это акции с повышенной комиссией. Для наших брендированных офисов у нас всегда комиссия выше, чем для всех остальных каналов дистрибуции, что позволяет повысить уровень своего дохода, потому что франчайзинг – это, конечно, в первую очередь про-бизнес. У нас достаточно активная жизнь в сети, бурлит и кипит. Мы регулярно возим наши агентства на различные выезды. Это и босс-туры, это и менеджерские туры, где у нас проходит деловая часть, конференция с нашими топ-менеджерами компании. И, конечно, мы не забываем про развлекательные мероприятия. Мы активно общаемся с нашими агентствами и всегда приходим на помощь, если это необходимо. Не остаемся равнодушными к нашим агентствам, к их вопросам, проблемам каким-то. У нас дружная команда и семья. Я считаю, что это очень сильная наша сторона, потому что помимо бизнеса, я считаю, что человеческий подход, он тоже обязательно должен быть. Кира, подскажи, как же агентством вступить к нам в сеть? Какие у нас условия вступления в франчайзинг по АНЦАН? Камил, смотри, перед тем, как агентство вступает в нашу сеть, то есть подписывает договор о вступлении, необходимо пройти несколько этапов согласований и проверок. В первую очередь, так как мы уважаем наших агентов, мы соблюдаем территориальную защищенность. Между нашими агентствами должно быть не менее 500 метров. У нас обязательно юридическое лицо, которое претендует на вступление в сеть, проходит проверку службы безопасности, потому что предоставляя возможность использования нашего бренда, нашей вывески, мы должны быть уверены в том, что партнер надежный. И это, конечно же, оценка репутационная. То есть мы смотрим, как агент с нами работал, смотрим историю сотрудничества, смотрим продажи агентства и смотрим знания нашего продукта. Далее, если все эти карты у нас сошлись, мы уже приступаем непосредственно к подписанию договора, приступаем к брендированию офиса и далее уже к открытию и принимаем офис в нашу семью. У нас модель франчайзинга в плане финансовой, она достаточно традиционная. У нас существует вступительный взнос и у нас существует ежемесячная ройалти, которая является, в принципе, обязательными условиями любой модели франчайзинга. Отличается ли вступительный взнос для агентств из регионов и Московской области, допустим, Москвы? Камила, вступительный взнос одинаков для всех, но часто у нас бывают различные акции, специальные предложения. У нас была недавно неделя франчайзинга, где можно было выиграть бесплатное вступление в сеть. Иногда у нас бывают акции с какими-то скидками на вступительный взнос, но в целом от региона это не зависит. Вступительный взнос одинаков для всех. А вот ройалти отличается в зависимости от регионов. Мы делим города на города до миллиона, города-миллионники и отдельным у нас пунктом идет Москва. Какой вектор развития сети вы видите? Я вижу два вектора развития нашей сети, внутренней и внешней. Из внутреннего вектора развития я вижу, конечно же, повышение квалификации наших франчайзинговых агентств, повышение уровня знаний, компетенций. Мы всячески помогаем агентствам в этом вопросе. У нас есть собственная платформа обучения, называется она Академия Фанэнсан, где мы проводим тренинги с нашими коучами, тренинги по продажам, где мы проводим различные вебинары, семинары для того, чтобы повышать уровень знаний нашего продукта, для того, чтобы освежать какие-то знания. Потому что, возможно, агент съездил в рекламный тур, но каждый год мы знаем, ситуация может меняться, строятся новые отели, открываться новые отели, какие-то новые курорты. И, конечно, наши специалисты по направлениям, они помогают нашим агентам на этой площадке, выкладывая либо вебинары в записи, либо какие-то видеоонлайн-трансляции. Там же в Академии у нас есть и обязательное тестирование, проводится оно регулярно, такой своеобразный средств знаний. И за успешное прохождение этого тестирования мы также предоставляем некоторые пряники в виде повышенной комиссии на определенный период времени для тех, кто успешно прошел это тестирование. То есть такой внутренний вектор я развития вижу, это повышение уровня знаний, повышение компетенции и, конечно же, соблюдение обязательных условий и стандартов нашей сети. В качестве внешнего вектора развития я вижу открытие новых офисов в регионах. Наша компания очень амбициозна, мы идем в ногу со временем, смотрим в будущее широко раскрытыми глазами. И, конечно же, мы планируем открытие офисов по всей стране, расширение регионов присутствия нашего бренда. Поэтому два основных вектора я для себя лично выделяю как специалист группы продаж и привлечения агентов в сеть. Кир, расскажи, какие модели франчайзинга сейчас вы предлагаете агентству? Камила, у нас есть две модели брендирования офиса. Это базовая модель, которая основывается на нашем смарт-брендбуке, и это премиальная модель, для которой мы разработали собственный брендбук. И, конечно, она отличается от базовой концепции, в том числе и по наполнению, и по фишкам, которые мы предлагаем нашим агентствам, которые открываются под данной моделью. Скажу тебе по секрету, в Санкт-Петербурге в ближайшее время откроется наш первый офис премиум формата. Поэтому будет интересно, будет торжественное открытие. Думаю, мы это тоже как-то осветим. Кира, спасибо, что пришла к нам на выпуск и рассказала о франчайзинге Fun and Sun. Камила, спасибо, что пригласила. Коллеги, я всегда рада ответить на ваши вопросы. Мои контакты вы можете найти на нашем сайте fstrevel.com в разделе «Франчайзинг». Спасибо.